о вот вы где всем привет это про хоккей надаль твтнт я ее ведущий иван вербицкий вы знаете я долго не думал с чего начать сегодняшний выпуск не люблю громких слов но в плане популяризации хоккея хабаров сделал такой шаг даже не шага шажища просто буквально недавно прошло уникальное событие в платиновом арене сыграли два наших горячо любимых хоккейных клуба сканифтяник и амур в такой вид спорта которому название еще не придумано но я придумал подробности прямо сейчас хоккей шайбой это понятно хоккей и хоккей хоккей с мячом иногда еще называют бенди или русским хоккеем а как быть если на одной площадке встречаются две хоккейные команды амур и сканифтяник а с трибун переполненной платином арены за игрой внимательно наблюдает еще и футболисты хабаровской sky энергии вы можете перерыть все энциклопедии и википедии но такого чтобы профессиональный хоккейный клуб играл на одной площадке с не менее профессиональным клубом по хоккею с мячом в истории мирового спорта еще не было не смогли остаться в стороне и футболисты и даже стали задумываться они сыграть ли им в хоккей тоже я не пробовал ни разу конечно но думаю смог тем более у нее они же на коньках стоят хорошо там своих воротах побольше которые маленький я думаю было бы ему полегче наверное честно я плохо стою на коньках так что я бы неважно выглядел отдельное слово про болельщиков сканифтяник прибыл в платином арену со своей торсидой это в десятитысячном ерофее фанатов русского хоккея иногда слышно не очень громко а у амура дома желто-черный десант выглядел очень внушительно аппетит приходит во время игры и болельщики сканифтяника еще после первого периода или как они больше привыкли тайма захотели продолжение банкета очень прекрасно чаще бы так игры были бы народ больше ходил бы найти соревнования один матч пусть поиграет хоккей шайба здесь а другой матч в ерофей арене я думаю любителей болельщиков было прибавилось бы в нашем городе болельщикам амура идея тоже очень понравилась на дворе апрель а их любимцы на площадке что еще нужно настоящему фанатам ну разве что поддержать своих любимцев в очень необычном начинании я хоккеист с мячом не особо разбираюсь понимаю ну вот посмотреть может быть когда-то мы в тянем сходим посмотрим хоккеистом какие шайбы прям видно по игре что никак неудобно играть с мячиком как бы ну просто интересно да как бы все вот это вот обстановка и сама идея а суть идеи в том что первый период команды сыграли по правилам хоккея с шайбой второй хоккея с мячом а в третьем каждая команда играла в любой хоккей только не в тот который обычно в этом плане у амура был как минимум один козырь нападающий нашей команды вячеслав литовченко когда грыз гранит науки в академии физической культуры и спорта грыз именно хоккей с мячом я учился на хоккей с мячом на специализации вот поэтому в принципе немного с клюшками знаком скажем так ну и с ребятами какими-то которые в сканитяник играли там в фарме тоже немного знаком но одно дело теория совсем другое самому попробовать укоротить непослушный мячик литовченко коренной хабаровчанин и русский хоккей у нас тоже любят но нападающий амура в этот хоккей играл впервые скажу честно не было такого опыта футбол то я играл в хоккей с шайбой с мячом не доводилось детства встречаться невероятно но факт счет в товарищеской игре открыли те для кого хоккей с шайбой не профильная дисциплина отличился нападающий ска нефтяника артем бондаренко и как у нас принято слово автору обычно шайба случайность так скажем проскочила по щиткам у вратаря шайбы повезло можно сказать на шайбу бондаренко амур ответил тремя по разу отличились братья ушенины одна на счету вячеслава литовченко слава конечно порадовался но отдал должное соперникам все-таки первый период они играли не в свой хоккей я думаю ребятам наверно было немного сложнее все таки поляна маленькая маленькие ворота нам в этом плане легче единственное конечно доставляла неудобство клюшка все-таки она короткая и плюс и другое у нее перо и немножко соответственно из этого меняется и катание и вообще в принципе все все движения поэтому в этом наверное самые такие неудобства заключались постоянно шайба прилетала где-то под клюшкой потому что техника маленько другая надо привыкать а мы можно сказать полтора часа покатались с этими клюшками все равно ничего не поняли и тяжело очень было но интересно все равно надо осваивать думаю можно даже и сейчас у нас все равно в коробке тренируемся можно играть не только в хоккей с мячом но и в шайбы ну конечно это сложно хотя мы потренировались вот две тренировки совсем немного минут по 40 по часу шайбными клюшками шайбы но это все равно мало нужно больше времени чтобы хоть маленько ее почувствовать не просто было ну так же как и ребятам самура в хоккей с мячом кому кому а вратарюска нефтяника виктору яшину в маленьких воротах было легче всех но это только кажется но это так кажется что да они маленькие но они когда я тоже амур играет своими клюшками и он они швыряют кисть его сильнее чем у нас летит мяч и то что они когда убирают технично тяжело ну как кажется что они маленькие легко на самом деле не тяжело но профессионал он и не в том хоккея профессионал витя яшин как и слава литовченко коренной хабаровчанин но в хоккей шайбой страж ворот с к нефтяника играл не часто в жизни наверное раз второй или третий вообще непривычно до площадка ворота против ну команды амур тяжело играть когда у них свои клюшки ну у них убор шире ну тяжело очень тяжело но мне понравилось очень интересно спасибо болельщикам ну что пришли полный платину поддержали нас я думаю на такие матчи больше проводить во втором периоде играть не в свой хоккей пришлось уже тигром вы удивитесь но с этой ролью наши парни справились даже лучше чем с ролью игроков в хоккей с шайбой подтверждением стали забитые мячи в исполнении бывальцева грачева и складниченко а в третьем периоде команды снова играли в свой хоккей своими клюшками только мячиком а не шайбой для мечистов все происходящее стало более чем приятным сюрпризом я на самом деле не ожидал он думал три-четыре тысячи а здесь полный стадион да и все кричат орут я думаю надо это сделать положить традиции после сезона только организовывать это заранее все что все игроки были здесь у нас потому что больше половины состава уехала где-то на море одно место греют да мы здесь играем то есть да интереснее было если бы все были у нас и у них показала количество народу что это была правильная идея шоу полная арена прекрасная вообще мне очень сильно понравилось я надеюсь что это войдет в традицию животных будем надеяться что в следующем году два хабаровских хоккейных клуба еще как минимум раз встретятся на площадке осталось только придумать как назвать совмещенный вид спорта а раз такого никогда нигде еще не было значит предлагаю назвать хоккей с шайбой с мячом хс шс м а что звучит а после игры как и положено настоящему празднику спорта состоялась мастер-шоу такого кстати в хабаровске тоже никто никогда не видел перед мастер-шоу на табло платином арены горела всего одна проблема счет 64 в пользу тигров вы знаете во время регулярного чемпионата любой счет в нашу пользу никогда никакой проблемой для амура и его болельщиков не был и не будет но тут другая история все-таки ска нефтянику тесновато в хоккейной коробке а тиграм привычные забрасывать шайбу чем отгружать ворота соперников оранжевый апельсин это я так плавно намекаю что товарищеская игра и должна была закончиться по-товарищески вот тут-то и пригодилась мастер-шоу для начала друзья соперники пробовали себя в новом виде спорта для обоих хоккейных клубов шорт-треки и со скоростным забегом на коньках чуть лучше справились нефтяники видите здесь наверное не надо сравнивать да мы бегали в их условиях да то есть в маленькой коробке если побежали в большом поле естественно у нас бы был огромный батареев да потому что все равно у хоккейной шайбой нет такой дистанционной длинной скорости так скажем да здесь все равно у нас примерно шансы были равны и выиграли там буквально там пару сантиметров так что я не думаю что мы прям выиграли а вот в чем мечисты выиграли без всяких оговорок так это в точности бросков которые выполняли вратари не умеют печульский аликин и андрюхов забивать мечи а вот их коллега из к нефтяника виктор яшин свою шайбу забросил вот нам сказали перед игрой что вот да мы будем бросать ну так ну получилось кинул попал здорово помог команде а потом был конкурс на самое нестандартное исполнение буллитов ну это уже стопроцентное шоу и победителей в этом быть не может по определению самое главное что итоговый счет 6 6 а значит победил хоккей какой именно что за вопрос хабаровский конечно ну что же на сегодня это все и кстати не только на сегодня потому что программа про хоккей с гордостью завершает свой сезон 2015-2016 меня по прежнему зовут иван вербицкий я желаю вам всем безграничного счастья до встречи на хоккей пока а